Добрый день! Сегодня у нас 77 серия. Называется «Казус Балдачёва». Александр Балдачёв, мой фейсбучный френд. Вот несколько фрагментов из его высказывания. Не так давно это сделано, но, видимо, вчера. От блаженного к мудрому. Согласованность картины мира по-разному реализуется на разных уровнях. Первый уровень – блаженный. Установки не вербализуются, не могут уступать друг с другом противоречия, ощущается полная гармония. Второй уровень – наивный. Установки формулируются локально, констатируется безграничная уверенность в своей правоте. Третий уровень – логический, теоретический. Делается попытка связать вербализованные установки в единую логическую систему. Четвертый уровень – релятивистки. Сознается, что любая формализованная картина мира не может быть внутренне согласованной. Представляет собой лишь одну точку зрения, одной из возможных проекций мира. Понимается относительность любого знания. Пятый уровень – мудрый, просветленный. Возврат к непосредственному безварбализации восприятию, принятию всех точек зрения, как частных моментов единого понимания. А не перевестили нам все это на язык Туаи. Оказывается, это очень легко сделать. Достаточно заметить, что логический, теоретический – это шестой уровень Туаи, выше идут седьмой и восьмой. Релятивистский – это седьмой, мудрый – это восьмой. А ниже, догматический – это четвертый, а блаженный – это второй. Ну и возникает вопрос, почему же тут пропущен уровни 1.3.5, а седьмой упомянут? Ну, я думаю, что дело вот в чем. Я думаю, что 1.3.5 – это чистое действие без разговоров, без идей. А Болтачева интересует идеей. А вот уровень 7 – это, конечно, действие, но это именно действие с идеями. Поэтому оно интересно, и поэтому оно включено в рассмотрение. Ну, на сегодня все. До новых встреч. Продолжение следует.